безжирного молока это обратно всем привет это канал аградвиж меня зовут отожанов тимур и сегодня я снимаю очередной видеоролик о том что спрашивают наиболее в данный период выращивания на данный момент все высадили второй оборот томаты огурец перец и растение когда она находится небольшого размера когда находится фазе цветения 1 2 кисти повреждается вирусными заболеваниями это происходит потому что растение еще имеет активное сокодвижение сок в растении самый привлекательный то есть он сладкий и насекомые цикадка трипс для в то время когда скосили зерновые они поднялись и в поисках пищи так их не их не пищу убрали они пролетают в теплицу и повреждают наше растение повреждают растение высасывают сок и в это время заносит вирусное заболевание на вот примеру на наш тома как я лечу а вернее предупреждаю заболевание столбуром микоплазы смотрим далее видео расскажу как какая баковая смесь какая констрация и какой расход на теплицу так ну вот смотри много кто спрашивает на канале и так же сама в группе в оградвиж там как бороться сейчас именно когда растет второй оборот выращивания много кого растет томаты в теплицах высадили буквально недавно сейчас на середина июля как бороться с вирусными заболеваниями это обычно столбур как его лечить и как такового средства нет много кого спрашиваю по магазинам есть берон до турецкий препарат говорят чтобы лечить вирусные заболевания есть там фитоплазмин фитоловин но не работает кто-то говорит что работает кто-то говорит что не работает единого мнения нет у себя я применяю смотреть следующее средство то есть следующий следующий раствор который предупреждает заболевания заболевания столбуром я считаю что любое заболевание необходимо предупредить чем лечить так собор реально еще не получилось ни разу бы вылечить ни у меня не моих знакомых у кого не спрашиваю у себя применяю следующую боковую смесь главная особенность этой баковой смеси что необходимо работать каждые 5-6 дней нужно повторять ее я применяю опрыскивание опрыскивание растений по листу в этой канистре из под байкала я уже набрал уже здесь не есть молоко обезжиренное главное чтобы это было молоко в котором очень большое количество белка и отсутствие жир так жир нам забьет поры в листьях и это будет очень плохо скажет скажется на растениях растений лист должен дышать плюс применяю йод обычный йод который купили купил в аптеке это йод который продается в любой аптеке какой-то процент всего 96 процентов йод на 10 литров раствора я применяю беру пол литра обезжиренного молока народе это называется обрат и 20 капель йода и таким растворами покрываем все растение получается такой эффект что на растение растение покрывается пленкой пленка которая защищает растение в то время когда пролетает какую-то насекомое допустим цикадка пролетела в теплицу и прокусывает нам лист чтобы попитаться каким-то соком зачастую это эти насекомые выбирают точку роста в точке роста самое свежие соки самые сладкие и насекомые выбирают точку роста и там еще самые тонкие ткани покровные их легче прокусить и растение обработанное такой баковой смесью обезжиренное молоко плюс йод является хорошим источником белка доступного легко доступного белка а вирусу для развития необходим белок то есть если у нас растение необработанное когда насекомое прокусывает вирус устремляется по всему растению в поисках белка и все растение поражается она не умирает но и не выполняет свою функцию природе то есть не не дает семена семена находится в плодах то есть мы не получаем урожай а если мы обработали таким раствором которым есть белок белок то есть ему с молоком обезжиренным и в этом растворе еще есть йод что получается вирус остается на поверхности потому что здесь здесь сразу на поверхности легко доступный белок начинает питаться этим белком а в этом в этой пленочке с молока и йода есть еще йод и этот йод этот вирус убивает плюс еще также если вирус остается на поверхности да то ультрафилет который попадает через пленку в теплице до конца выжигает этот вирус и главная особенность что растение когда растет по мере своего роста не вытягиваются а строит новые органы то если мы провели обработку сегодня то через 4 5 дней этого обработка уже не не действительно на новой точке роста потому что она уже обновилась и она уже без этого раствора каждые 4 5 дней необходимо повторять баковую смесь на 10 литров молоко обезжиренное главное чтобы было молоко обезжиренное с большим количеством белка плюс йод 20 капель на 10 литров каждые 10 и каждые 5 дней повторяем делаем новую пленочку и это заболевание мы предотвращаем заболевшие растения мы никак не можем вылечить мы можем только предотвратить это заболевание сейчас я буду готовить эту боковую смесь так литр 25 без жирного молока это обратно самая главная особенность смотри самая главная особенность чтобы это было не сыворотка так сыворотка не содержит белка весь белок у нас ушел на творог с и сыворотки и белка в ней нету там можно сказать вода водная часть молока без жирное молоко но богата на белок и вирус который будет попадать на растение задержится на поверхности и мы получим нужным эффект теперь мы добавляем йод сейчас вымажу все пальцы и таким раствором опрыскивание всего растения пока ну маленько все обработать так ткани по всему растению более нежные могут повреждаться все растения а в дальнейшем через пять дней будем уже работать только по точке роста потому что пленка со ствола никуда не денется а вот точку роста она будет обновляться необходимо помогать ее поддерживать такой пленочки в защитной пленочка с белка молочного сывороточного белка и с йодом 20 капель йода на 10 литров воды все теперь иду в теплицу идем теплицу буду обрабатывать наши растения и смотреть как мы задуваем и обрабатывать растения полностью как точку роста так и все отчасти а дальнейшем будем через пять дней будем проходить обрабатывать только точку роста то есть это будет вполне хватать каждые пять дней и таким образом можно уменьшить порог заболевания пример у нас теплица растет 1300 растений и у нас будет заболеваний ну примеру было раньше да там 10 процентов 130 процентов 130 растений заболевала и мы их у теплицы выносили те растения чтобы дальше не распространялась это заболевание а при таком методе обработок профилактики заболевания заболевания нас сместились до одного процента максимум 10 растений из 1300 мы видим которые заболевшие возможно еще заразились вирусом рассаде когда мы еще росли под открытым небом то есть мы гораздо меньше делаем делаем порог заболевания и получается что это обработка очень дешевая на там все стоит стоит очень дешево и вот обычный и опять же обезжиренное молоко так что используйте при а применять у себя оборитесь с вирусами делайте профилактики кому было это видео полезно ставьте пожалуйста палец вверх и делитесь со всеми знакомыми этим видеороликам много кому оно будет полезно так это маква смесь очень дешевая подписывайтесь на мой канал получайте хорошие урожаи всем удачи